Хей, с вами Рита и добро пожаловать на мой ютуб канал. Да-да, это мое новое видео. В этом видео я вам расскажу очень много фактов о такой ящерице под названием Бородатая Агама. У меня есть такой питомец и сейчас я вам расскажу очень много разной информации о этой ящерице. Бородатая Агама это австралийская ящерица, обладающая необычной внешностью. Она относится к семейству Агамовых классу чешуйчатых. Своим названием она обязана кожественным складам. Бородатый хищник всю жизнь проводит на облюбованном им территории и не покидает ее на далекие расстояния. В основу постоянного рациона входят насекомые, небольшие птицы и грузуны. Рептилия изредка может попробовать что-то за растительные еды и в связи с небольшим количеством водоемов и незанимаемой территорией влагу он черпает из потребляемой пищи. Рептилия получает достаточно жидкости в сезон дороги. Несмотря на угрожающий внешний вид, ящерицы имеют миролюбивый характер. Эта черта стала причиной ее одомашивания. Однако в брачный период или во время защиты от вражеского нападения поведение животного разительно меняется. Настроение рептилий может определить по окраске кожи. Чем темнее, тем она беспокойнее. Конечности у рептилий мощные, с толстыми и когтистыми пальцами. Хвост занимает около 30% от общей длины. Домашние агаммы редко бывают с длинными хвостами, так как соседи по терроруму их откусывают. Рот у ящериц большой, с множеством острых зубов. Передний ряд выступает над задним, так как он предназначен для захвата жертв. Пережевывание происходит с задними зубами. На кончике длинного языка есть липучка, которая помогает животному хватать на лету насекомых. Отличный стук и зоркое зрение позволяют агамме ловко ориентироваться на охоте. Продолжительность жизни питомцев зависит от среды питания и питания правильного освещения. Распространен миф, что некоторые из бородатых агаммы в домашних условиях могут прожить до 40 лет. Но это не так. Максимальная возрастная отметка отличается в зависимости от подвида питомца. Ящерица погоны живет в зоопарке 10 лет, но в условиях квартиры чаще умирает в возрасте 6 до 7 лет. Парусная агамма в неволе может прожить от 24 до 26 лет, если ее не перекармливают и содержат в большом террариуме, в котором она может активно двигаться. Кстати, в домашнем содержании такой рептилии можно в качестве растительной еды использовать морковь, яблоко, грушу, банан, помидор, огурцы, капустные листья и огородную зелень. Как же все-таки определить пол у своей агаммы? На экране я вам оставлю несколько фоток с интернета. Кстати, ребята, еще таких ящериц нужно содержать в горизонтальных террариумах с размером 90 по 45 на 45. Обязательно таким ящерицам нужен очень хороший обогрев. Интерьер для таких ящериц в их террариум может подойти какие-нибудь любые камни и коряжки, чтобы греть свое пузико под лампой. Обогрев у них должен работать с дневной лампой не выше 30 градусов, а по ночам должно выходить где-то 22-24 градуса. Для обогрева им нужна любая дневная лампа, которую вы найдете в зоомагазине и посоветуетесь с консультантом. Ну и, конечно же, нужна ночная лампа. Ну а для наблюдения температуры вы можете в любом также в зоомагазине, в котором продаются всякие экзотические животные, вы можете купить гигромометр и термометр. Кстати, стоят эти ящерицы довольно дорого, то есть их ценник составляет от 10 до 30 тысяч, смотря какая морфа у вашей агаммы. Кстати, о морфах этих прекрасных ящериц вы можете посмотреть в интернете на любом сайте. В принципе, на этом все. Если у вас остались какие-то вопросы, можете задавать их в комментариях. Пожалуйста, поставьте лайк и обязательно включите колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Всех люблю, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok